В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Представители Национальной ассоциации возрождения исторических садов и парков обсудили развитие российской парковой культуры в горках ленинских. Каждый музей идет каким-то своим путем и нарабатывает решения, которые для других являются таким даже открытием. Жители дома номер 15 по советскому проезду бьют тревогу. Из-за изношенных труб здесь постоянно затапливается подвал. Запах ужасный. Дышать просто невозможно. Сотрудники и воспитанники детского сада номер 27 в деревне Боброво устроили на территории заведения огород и собирают неплохой урожай. Натаскали земли, с детьми уже грядки мы сделали. В музее-заповеднике Горки Ленинские прошла 8-я международная научно-практическая конференция, посвященная развитию и сохранению парковой культуры в России. Она проводилась Национальной ассоциацией возрождения исторических садов и парков, о чем говорили на мероприятии в нашем сюжете. Более 60 человек, представляющих российские и зарубежные исторические парки и музеи-заповедники, собрались в зале научно-культурного центра музея Ленина. Этим людям есть что обсудить. Прежде всего нынешнее состояние парковой культуры. Именно поэтому конференция получила название «Исторический парк в реалиях современной России и мира». Сегодня подорожная сеть пейзажного парка, в том числе Марсово поле Сажина Рощи, который я вам уже показал, восстановлены по рисунку соответствующему аксонометрическому плану 1805 года. Конференция проходит под патронажем Национальной ассоциации возрождения исторических садов и парков. Она существует уже более 7 лет и насчитывает 17 участников, среди которых Государственные музеи-заповедники Царицыно, Царское село, Государственный русский музей и многие другие. Мы очень много берем друг у друга, потому что каждый музей идет каким-то своим путем и нарабатывает решения, которые для других являются таким даже открытием, знаете. И у меня есть чему поучиться в горках ленинских. Я вот уже сегодня увидела вещи, которые хочу немножко позаимствовать. Ассоциация возрождения исторических садов и парков активно поддерживает контакты с зарубежными коллегами. Джессика Морган – представитель английского благотворительного фонда, который занимается охраной объектов культурного наследия и природы. На конференцию она приехала обсудить способы привлечения посетителей в исторические парки. Мои первые впечатления от России, от Москвы – это абсолютно фантастическое место. Здесь по-настоящему богатое культурное наследие, потрясающие парки. Для меня это очень интересная и познавательная поездка. Не случайно именно музей-заповедник Горки-Ленинский принимает у себя столь авторитетное мероприятие. На почти 10 тысячах гектаров здесь ведется не только серьезная историческая, но и парковая работа. Оценить усилия специалистов без труда может любой посетитель музея-заповедника. Сегодня это и музейный центр, и комфортное место для отдыха. Мы как участники Национальной ассоциации возрождения исторических садов и парков являемся достаточно ее активными участниками и продвигаем идеи сохранения ландшафта, парка, экологии. Это отдельная тема, тема отдельная от истории усадьбы, отдельная от истории Кремлевки, от того здания, в котором мы сегодня с вами находимся, потому что она интересна с точки загранения вообще всего человечества. Ведь сохраняя природу, мы с вами живем. Ежегодно в Национальную ассоциацию возрождения исторических садов и парков вступает 2-3 новых музея-заповедника. А подобные научно-практические конференции проходят не только в России, но и в других странах. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На телеканал Видное ТВ обратились жители дома номер 15 по советскому проезду. Из-за износа труб здесь постоянно происходят протечки, что приводит к затоплению подвала. Фекалии могут стоять неделями, пока рабочие их не вычистят. Терпеть эту ситуацию местные жители больше не могут. Сегодня в рубрике по адресу наш корреспондент Юлия Погосян попыталась разобраться в проблеме. Дом номер 15 по советскому проезду был построен в далеком 68-м году. По словам местных жителей, трубы здесь никогда не менялись. Последние 30 лет люди испытывают большие неудобства. Прогнившие коммуникации не выдерживают. Канализация протекает в подвал. От этого на первых этажах ощущается неприятный запах. Появились тараканы и крысы. Запах ужасный. Дышать просто невозможно. Вот в подъезд входишь и сразу чувствуется вот этот запах канализации. Аварийная ситуация идет в доме, что уже все прогнило. И каловые массы поднимаются уже в квартиры первого этажа. Ситуация обострилась в минувшую пятницу, когда произошел очередной прорыв трубы. Что привело к затоплению подвала фекалиями. Местные жители обратились в свою управляющую компанию, сотрудники которой проблему решить не смогли. После многочисленных обращений жильцов в администрацию Ленинского городского округа и к своему депутату, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Ко вторнику подвал очистили от фекалий. Причину аварии депутат Павел Русаков видит в том, что сотрудники управляющей компании ненадлежащим образом выполняли свою работу. Не досмотрели за состоянием труб в доме. Их давно надо было менять. Еще одна возможная причина протечки – засор, который создают сами жители, сливая в унитаз различные бытовые отходы, в том числе строительный мусор. Совместными усилиями быстро устранили протечки. Грунт сняли вместе с отходами жизнедеятельности. Все это вывезли, произвели санитарную обработку. Правда, на момент приезда нашей съемочной группы канализация снова начала подтекать. Устранить проблему в корне можно только путем полной замены труб. Данные работы уже запланированы. Мы проговаривали с управлением ЖКХ администрации Ленинского городского округа вопрос о замене этой трубы, то есть вынимание ее и установки новой. И второе – это уже собраны документы и поданы в администрацию о включении в краткосрочный план региональной программы по капитальному ремонту замен канализационных труб в подвале. Сливную трубу планируется заменить в течение полутора месяцев. Капитальный ремонт подвала будет сделан в течение следующего года. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжаем знакомить вас с проектами, поданными на соискание премии «Наша Подмосковья» от Ленинского городского округа. На территории детского сада номер 27 в деревне Боброво расположился самый настоящий огород. Что удалось вырастить воспитателям и ребятам, и почему автор проекта считает его важным начинанием, узнала наш корреспондент Екатерина Борисова. Клумбами и кустарниками в каменных джунглях уже давно никого не удивишь. Другое дело – настоящий огород. Разбить грядки на территории детского сада Бобренок и вместе с детьми выращивать там урожай – идея воспитателя Айгуль Алеевой. Родители Дашкалят идею поддержали и всячески помогали реализовывать. Натаскали земли, с детьми уже грядки мы сделали, принесли семена, родители нам принесли семена. У кого была рассада помидоров, огурцов, капусты, мы уже сажали рассады, зелень посадили, семенами. Ребята тоже очень заинтересовались новинкой и с удовольствием каждую прогулку ухаживали за грядками. Тут растет кабачок, помидоры, капуста и огурец. Раскопала, семена посадила, закопала, потом лила, полила, потом ждала, на ней поливала и выросла. А что тебе больше всего понравилось выращивать из растений? Что? Кабачок. А почему? Просто понравилось. К инициативе быстро присоединились и другие группы детского сада. За грядками в форме солнца ухаживали целое лето. Детишки участвовали абсолютно всех возрастов с ясельной группы до подготовительных. То есть маленьким деткам показывали, как весь процесс это происходит. Подготовишечки сами участвовали, поливали, пропалывали. И результат не заставил себя ждать. Сейчас основной урожай уже собран. Остались только самые морозостойкие культуры. С такого небольшого участка нашим героям удалось собрать по 6-7 килограммов помидоров и огурцов. В следующем году они планируют поставить теплицу и вырастить еще больше. Именно на теплицу в случае победы в нашем Подмосковье решила потратить губернаторскую премию Айгуль-Алеева. И весь урожай планируют раздать нуждающимся. Раздавать будем малообеспеченным. Даже есть такие инвалиды, если у нас в районе живут. Можем также угощать бабушек, дедушек. Даже приятно будет им со своего огорода. Дети преподнесли. Свой проект Айгуль-Алеева назвала «Будущее в наших руках». Она уверена прививать любовь к природе, учить бережно относиться к каждому ростку и травинке. И беречь природу нужно с самого раннего детства. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Для первоклассников видновской школы номер 7 организовали праздник – посвящение в пешеходы. Теперь, когда дети по дороге в школу вынуждены выходить на проезжую часть, им жизненно необходимо знать правила перехода. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» в течение первого месяца учебного года во всех образовательных учреждениях муниципалитета госавтоинспекция проводит акцию для первоклассников посвящения в пешеходы. Это очень важно, потому что дети сейчас находятся в таком периоде становления, когда закладываются азы правил дорожного движения, осознание, что они уже являются полноценными участниками дорожного движения, что они являются пешеходы. И правила дорожного движения, они безусловно для выполнения не только взрослыми, но и детей в том числе. В игровой форме ребятам объясняют правила дорожного движения. На территории седьмой школы, в которой в этом году сразу семь первых классов, нанесена специальная учебная дорожная разметка. А значит, здесь можно наглядно показать, как безопасно перейти проезжую часть. Помогают сотрудникам госавтоинспекции в проведении подобных мероприятий школьники из отряда юных инспекторов дорожного движения. У нас, можно так сказать, театральные курсы, то есть мы ставим небольшие постановки, связанные с правилами дорожного движения. Вот мы выступали в детских садиках для первых классов и школы тоже. Являясь пассажирами или пешеходами, дети становятся самыми незащищенными участниками движения. Задача взрослых – обеспечить их безопасность на дороге. Кроме таких игровых занятий, ребятам объясняют ПДД в том числе и на уроках. Надо приходить по пешеходному переходу, надо следить за правилами и не нарушать правила. По завершении мероприятия ребятам вручили символические удостоверения пешеходов. Но главное, конечно, это воспитание в семье. Необходимо, чтобы взрослые своим примером показывали детям, насколько важно соблюдать правила поведения на проезжей части. Дело в том, что ходить по дорогам – это опасно. Если не знать правила перехода, то это грозит очень последствием. Поэтому это очень хорошее мероприятие. Особенно сотрудники ГИБДД призывают родителей обратить внимание на поведение детей во дворах, где наблюдается оживленное движение транспорта. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видне ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok